В магазине у входа стояло две женщины и разговаривали. Я не слышал всего разговора, поймал только последнюю фразу. Вот так. К сожалению, чудес в жизни не бывает. Я резко оглянулся и посмотрел на эту женщину. Ее положение тела, ее выражение лица, вот эта интонация в голосе, она выражала такое жесткое утверждение, жесткую убежденность, что так оно и есть. И, скорее всего, в ее жизни так и происходит. Чудес в жизни нет. Я вышел на улицу из магазина и увидел, шел небольшой дождь, и я увидел, как на противоположной стороне, по все небо, сияет огромная, яркая такая, полная радуга. Я встал, замер, смотрю на эту картинку, чувствую, как у меня просто какая-то радость такая выливается, какая-то такая, какая-то вибрация, энергия такая. Встаю, так смотрю и вдруг думаю, подожди, а кто-нибудь еще кроме меня вообще видит эту радуга? Начинаю смотреть по Станаранам и вижу, как люди, те, которые выходят из магазина, которые проходят мимо, они все куда-то бегут, спешат, несутся, чаще взгляд либо опущен в землю, либо он куда-то вообще в никуда отправлен, и никто не видит. Вот оно чудо, чудеса-то есть, вот они с нами рядом. Но все бегут, бегут, бегут. Я встал, на выходе из магазина, поднял голову и такой стою, смотрю на эту радугу. И думаю, ну кто-нибудь же увидит, что я смотрю, тоже остановится и начнет смотреть туда, куда я смотрю. Люди обходят меня, и никто глаз не поднимает. В какой-то момент выходит мужчина с девочкой, девочка такая дергает его за руку. «Папа, папа, радуга, радуга!» Он медленно так поднимает глаза, опять их отпускает, и дергает дочку за руку, и тащит ее за собой. У меня внутри чувствует какое-то разочарование поднимается, и я думаю, ну вот, как же мы можем быть счастливыми, когда мы таких простых чудес не замечаем? Откуда в нашей жизни взяться чудесам, если мы проходим мимо них? Если мы куда-то постоянно мчимся, торопимся, куда? Куда мы спешим? Бездумно, безосознанно, чего-то там крутим себе в голове, такие все серьезные, важные, задумчивые. О чем думаем? Куда бежим? В общем, я с этими мыслями двинулся от магазина в сторону своего дома, вспомнив о том, что ученые утверждают, что общение с природой, оно как раз заряжает человека счастьем, энергией, силой. И по наблюдениям врачей, известно, что те больные, которые чаще смотрят в окно, они выздоровеют быстрее, чем те, которые лежат и смотрят в стену или в потолок. Вот так я иду, думаю все это, и вдруг слышу, и вижу, мне навстречу бежит такая удивительная парочка, бабушка и девочка. И такие в припрыжку бегут, ну, у девочки получается прыгать по-настоящему, а бабушка пытается что-то изобразить, но у ней так вот руками как-то, и так телом происходит прыгание. И они такие счастливые, они смеются, улыбаются и кричат «Радуга! Радуга! Радуга!» Взявшись за ручку, представляете, бежит такая парочка в припрыжку. И я понимаю, что я поторопился поставить человечеству диагноз безразличия. Вот оно, полное свидетельствование того, что на самом деле в жизни все по-разному. Кто-то верит в чудеса, кто-то не верит, кто-то их видит, кто-то не видит, кто-то проходит мимо, а кто-то впитывает их в себя. Спасибо миру, что он такой разнообразный. И теперь у меня к вам вопрос. А как часто вы в своей жизни замечаете чудеса? Становитесь прямо сейчас и оглянитесь. Может быть, они где-то рядом с вами. Продолжение следует...